ау hello gold театр, я Лако Голд и... вот я попытаюсь говорить менее злымным голосом, чем обычно потому что никто такой не любит слушать, но мой голос это мой голос, я с ним ничего сделать не могу а хотелось бы сейчас самоизоляция всем надоевший коронавирус и я сейчас дома не у себя, а у родителей и у меня здесь нет материалов помимо карандашей и только недавно мне привезли мой гуаш, поэтому половина половина скетчбука, которую я покажу она будет карандашной и если спросите где этот скетчбук покупался, он покупался нигде я его сделал сам и бумага внутри этого скетчбука это вот это все, окей она удерживает акрил, гуашь, акварель а? но я знаю, что некоторые работают именно на этой бумаге акварелью, поэтому кошка 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 так что поехали если что внизу каждой работы 99% работ стоит дата когда я сделал тот или иной арт поэтому поэтому между между некоторыми страницами будет лежать листок чтобы графит не отпечатался на соседнюю работу когда я закончу скетчбук я эти листы уберу после когда ты стоишь на вот этой стороне то что нарисовано здесь отпечатывается сюда вот начало с Мин Юн Ги мне почему-то в последнее время тянет на какие-то софтовые арты и это Юн Ги из аэропорта он здесь наверное на себя мало похож потому что это не студийная фотка а люди часто привыкают именно к студийным фотографиям но в принципе нормально наверное этот мне нравится больше это была первая попытка более-менее адекватно нарисовать человека полностью типа в одежде тоже Юн Ги в аэропорту если кого-то бесит моя картавость она меня тоже бесит но увы это я вам показывала в конце прошлого обзора это я вам показывала в конце прошлого обзора был спойлер это моменты из клипа эго камбэк который был вот вот этого числа эта работа мне в принципе нравится наверное она вроде бы нормальная наверное но моя самооценка и это как бы скетч и фразы из этой песни вот да я умею объяснить это холзы матовые карандаши в принципе эта работа нормальная камера не передает полностью ее цвета я попытаюсь что ему сделать на монтаже но она ярче чем сейчас вы наверное видите в принципе она нормальная но нет я на косяка понял вот тут но много людей зашло этот актер я забыл как его зовут не важно он играл по моему в отбросах или что-то типа такого но я его запомнил по сериалу Академия Амбрелла он там играл у этого Клауса классный персонаж он мне полюбился поэтому я его нарисовал здесь было довольно сложное освещение большая часть лица в тени из-за этого были косяки но вроде бы адекватно ага это были фотосеты с альбом Maples of Souls 7 косячный разворот я просто не знала кого именно хочу нарисовать поэтому нарисовала всех так как на этом фотосете они все были маленькие то и тут арты маленькие Юнге вроде получилось адекватно но я не знаю вы слышите топот? это Холли пришла ладно окей это Юнге Юнге он мне не нравится как тут получилось оно вроде бы нормально но косячно это это тут не понятно что это он но это он просто черная петла если вам не нравится моя болтовня то в моем инстаграме есть все работы без болтовней да ссылка в описании в описании ссылка на мой инстаграм и вк в описании должна быть там где-то хосок арт на его день рождения я помню что мне написали что он на этом арте на себя похож больше чем на фото с которой я рисовал но хоза хоза я тут неудачно сделала тень затенение когда я делал и тут как бы слилась щека с фоном хотя по идее так не должно было быть Хён Джун Хён как его Холли не помню как его зовут правильно в инстаграме делал опрос кого бы вы хотели видеть кого я могу нарисовать чтобы вам было как бы приятно видеть его из медиа личности известных каких-то и один из предложений был этот человек которого я не знаю я не слушаю песни группы Stry Kids Stry Kids вроде бы но я его нарисовал вроде бы люди которые знают его его узнали поэтому и это Чунгук из он танцевальной версии я уже говорила что мне редко получается адекватный Чунгук но когда я выяснил упрощенно он получается даже адекватно это удивительно Тихион акварелью этот лист приклеен сюда то есть это акварельная бумага приклеенная к бумаге для графики вроде бы адекватно это смешанная техника акварелью цветные карандаши белая ручка и в жизни выглядит ярче о да конечно это Чимин и Блокслон когда у Хосоко спросили кто главный Блокслон он сказал Чимин поэтому я его послушала и зарисовала Чимина мне нравится мне нравится вот этот скетч вот этот вот этот и вот этот вот эти два нет но они есть и есть вот это Чимина много Чимина это я уже дома уже коронавирус поэтому 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 у меня было вот такое состояние это Юн Ги фотографии которые сливали на его день рождения это Джин мне эта работа не очень нравится она неудачная я не знаю что в ней не так в ней что-то не так вот но галстук с этой частью рубашки получился нормально я нашел эту фотографию Юн Ги там где он смотрел на кого-то в толпе они были в Америке это неважный инфа просто его моськами я зацепила я так часто хожу и на улице смотрю на людей поэтому мне нравится эта работа мне нравится то что здесь есть эмоции и то как я ее сделала поэтому вот эту мне нравится вот эту нет Юн Ги здесь стоял перекос обочины на референсе и поэтому тут кажется что я сделал что-то криво но по факту он в этом так и было мне нравится как я сделал коленки ноги и тапки вот из той же серии предложки в инстаграме в инстаграме Дэн с фамилией которую я не могу запомнить из Imagine Dragons люблю эту группу я долго искала нормальную фотографию Дэна но они были либо не очень хорошего качества либо он там был с детьми поэтому как бы самая норма что я нашел почему так сложно рисовать растительность на лице адекватно почему это тоже скетчинги из аэропорта мне эта работа нравится мне почему-то все так правильно получилось и да я специально вот тут так сделал на самом деле нет просто тут было темное пятно и я не мог разглядеть где как идет нога поэтому я просто не стала ее рисовать читер а выглядит как стилистическая задумка анхэтуэй у меня почему-то к ней очень ностальгические воспоминания я разучился говорить это тоже из предложки в инстаграме на самом деле анхэтуэй сложно узнать когда она не улыбается но я не люблю рисовать улыбки поэтому я с ними не дружу и я нарисовала ее не улыбающейся но вроде бы ее узнали те кто ее знают ее узнали это юнги goodmorning тоже фотка которую слили на его даре поэтому вам видно? не знаю если что в моем инстаграме есть все эти работы как бы адекватно каким нам джун за чтением чего-то не знаю как-то эта работа удачно получилась вот в ней что-то есть что-то что делает нам джуна еще красивее чем он есть нет нам джун прекрасен лучший лидер нам джун и его глаза формула глаз называется драконий формула глаз дракона все и я это нормально это нормально что я не могу явно isin о боже я live я его не надо Ну так вот, это говно. Я имею право называть своей работой говном, потому что это мои работы. Только я имею право убить себя. Вот-вот-вот уровень моей самооценки. Это не массовая зарисовка. Из-за Чунгука я так же теперь всё пью. У меня был забавный случай, когда я сидела в кофейне, вот так же пил кофе, и мои глаза и глаза бариста встретились, и было так неловко, типа, мои выпученные глаза, когда я пью кофе, и его взгляд такой, типа, ты чё делаешь? Love. Были мои годы, когда можно было выходить в кофейню, блин. Юнгик, почему-то он здесь выглядит, ну, на 16 примерно. То есть я сделала его ещё моложе, чем он выглядит. В принципе, эта работа нормальная, мне она нравится, она удачная. Вот. Это не совсем удачная работа, я здесь что-то где-то на косякополе, но хотя это тоже была мемасная фотка. Wayka Beach. Вы тоже залипаетесь на то, как Юнги пытаются увеличить свои глаза, типа, открыть их шире. Это залипательно. Я черепаха, поэтому рисую актуальные арты в инстаграме позже всех. Это Тахён. У него селка, которую многие полюбили, и я тоже. Она мне нравится, она удачная. Кстати, да. Это Юнгик, он тоже удачный. Я дважды рисовал его с этого выступления, потому что то, как он там выглядел божественно. Это свитер, эти штаны и ботинки, и вот это вот что-то алкоголичка. Короче, это выглядело потрясающе. Я вот, я, я всё. Не это спич. Я всё. Кто-нибудь смотрел фильм «Леон», кто-то упустил очень многое. Это арт к этому фильму. Мне вот этот арт нравится. Он получился удачный. Хотя здесь комнаты, перспективы, то, в чем я всегда госячу, но получилось годно. Вот. А этот скетч мне уже не нравится. Я тут что-то не так сделала. Хотя цветок нормально получился. Цветок. Окей, цветок. Цветок. Чминчика. Просто зарисовка, не знаю. Чимина. Вот. Да. Это... Как его, блин, там звали? Конан Грей. Тоже по предложке. Оказалось, что он музыкант. Я его не знал. И до сих пор я не услышала ни одной его песни. Но по предложке в инстаграме мы попросили. Мне показалась его внешность интересной. Хотя я выбрала не очень удачную фотку для того, чтобы показать эту интересную внешность. Но еще он так держит чашку. Кажется, что я накосячила с рукой. Но на самом деле нет. Он просто так держит чашку. Как-то... Вот. Непонятно. Конеки. Хосо гуаши. Мне в этот момент поездили ему гуашь. И я счастлива пошла рисовать хосока. Гуашь. Цветные карандаши. По-моему, тут даже нет белой ручки. Хозяин. Чем ты это рисовал? Хезе. В принципе, нормально. Многим зашло. Фотка была очень софтовая. Из-за этого я ее нарисовал. Я все. Это Джин. Ему скоро 30. Он выглядит как 17-летний. Вот как. И Джокер 2008 года. Люблю этого Джокера. Жалко, что актер умер. Знаете, вот чисто я. С одной стороны, всемирный красавчик. Как там его. Хэнсон. Что-то там. И Джокер. У которого, типа, лицо изродовано. Ну, то есть, вы понимаете уровень моего ручки. А, ладно. Окей. Дальше. Пошли. Ага. Угу. Это. Родной для меня человек, но не у вас дюник. Пока что. Ха-ха. Хорошая шутка. Арт. Окей. Я ставлю название арт. И скетч-юнги, маски и кепки. Просто минимализм. Тут я накосячил. Но выглядит так, как будто бы я не накосячил. Поэтому. Вот. И всё. То есть, половина этого арт-бука. Но не уходите. Вот этот ещё скетч-бук. В дом родителей. Тут отвратительная бумага. На неё не ложится карандаш. Акварель впитывается, да, как будто бы её там не было. И она обесцвечивается и выцветает. Короче, ужасная в этом скетч-буке бумага. Не покупайте такой скетч-бук. Но. У меня он был. И была акварель. Поэтому я в нём рисовал. И. Ща. Во. Юнги. Чистая акварель. У меня вы чистая акварель ещё ни разу не видели. Тут реально ничего нет. Кроме акварели. Ну и белой ручки. Тут чуть-чуть. Всё. Вот. Это бледно. Не потому, что я не умею ярко. А потому, что бумага такая. Бумага, сука. Такая. Ну, наоблизи ничего. Мне нравятся вот эти вот штуки тут. Грануляция это называется. Я Хосе. Это арт на челлендж Мистейк Баттл с Трайвен Йо Стайл. Вот нужно было делать этот челлендж именно тогда, когда у меня нет моих материалов. Я мог нарисовать это на нормальной бумаге, но не стал. У меня же есть скетчбук квадратный, там арт Мистейк Баттл с Трайвен Йо Стайл тоже был квадратный. Я такой, за это будь ба. Но на косячку. Да, простят меня. У меня никто меня не простит. И последний арт в этом скетчбуке на данный момент, это Тэхён с солнышком на еб... С солнышком на носу. Окей. В принципе, эта работа мне нравится. Вживую она выглядит нормально. Вот. Это пятно было ярче. И в инстаграме вот это вот пятно тут ярче. Но пока я выкладывала арт, я заметила, что это пятно стало ещё светлее. То есть, чтобы вы понимали, эта бумага реально съедает свет. Не покупайте этот скетчбук, пожалуйста. Вот. Я уже ссунула свои скетчбуки по местам. Хотела сказать в жопу. Но... Что я хотела ещё сказать? Что-то хотела сказать. А, неважно. Всё, короче, пока. Терпите меня ещё немножко. Следующее видео будет тогда, когда я закончу арт-бук. Видимо, это будет скоро. Вот. Да, всё. Во мне проснулся маленький Антон. Кто знает Антона, ставь лайк. Всё, пока. 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 Продолжение следует...